Салон Мари Шансон, выпуск 8. Ольга Бешенковская. Ольга Юрьевна Бешенковская родилась в 1947 году в Ленинграде, а умерла в 2006 году в Штутгарте, Германии. Вся ее жизнь была служением слову, служением высокой поэзии. На сайте стихи.ру я нашла ее вступительное слово. Ольга Бешенковская пишет. Я смерти не боюсь, она во мне гнездо, давно уже свела, и тихо ждет погоды. Но осени осин, смущенная во рду, но звезд стрекозий блеск, и так проходят годы. Опять же биографию Ольги Юрьевны можно благополучно найти в соцсетях. А я просто почитаю ее стихи, которые она писала, скорее всего, предчувствовала скорый свой уход. На моем столе лежат книги. Петербургский альбом. Правля. Книга, на которой хотелось бы остановиться поподробнее, но, скорее всего, это произойдет в другом выпуске салона. Книга «Безопретная даль» и поздняя книга ранних стихов. Моя любимая книга. Песни пьяного ангела. У меня есть песни из этой книги. Называется она «Надо разозлиться», но я ее петь сейчас не буду. Спою ее в отдельном видеофайле. Итак, читаю стихи из сборника «Безопретная даль». Кстати, я получила этот сборник на литературном вечере в Штутгарте и была единственная первая и последняя встреча с Ольгой Бешенковской. Увидев Ольгу, я очень удивилась. Она такая маленькая, хрупкая, большеглазая. Я подошла к ней и попросила подписать книгу. И она меня узнала. Сказала, Анжелика, я слушала ваши песни. Она меня называла «На вы». Это было очень необычно, непривычно. Мы поговорили минут 15, и она написала на моей книге «Анжелики Миллер с радостью и глубокой симпатией от автора». Роспись. «Зачем ты, зеркало, мне мамино лицо являешь холодно?» С подробным подбородком. «Ужели так и замыкается кольцо, еще вздохнешь, и ты уже за поворотом?» «Вот этой складки не заметила вчера, зато сегодня так отчетливо и резко. Дрожат, пульсируют, как жилки, вечера, и так пронзительно сияет занавеска. Что слезы копятся. Висит на волоске одна. Окликнули, и кажется, воскресло. С последней нежностью, невидимой никем, погладить ручку покачнувшегося кресла». Кладбищенский ангел мне дверь отворил, велел подождать за оградой. Родители вышли, касаясь перил, невидимых, вея прохладой, дыхание, как взрыв у высоких ворот, с незримым, в незримом присутствии лика. «Ну что вам сказать?» Продолжается рот, и нежно цветет земляника, и совестно вымолвить что-то еще на этом наречии бедном. Исходит заря, как румянец со щек, и небо становится бледным, и с места не сдвинутся, будто нога вросла, а немевшие чресла. И женщина в черном торопит, строга. А женщина в белом исчезла. Я в белый коридор ступила шелестя, отметив на ходу, что здесь немел, а мрамор. Один порыв туда, где сын еще дитя, второй туда, где ждет, обнявшись, папа с мамой. Вот так бы и застыть ни взад и ни вперед на этой высоте дыхания с перехватом, невидимый другим пронзительный полет, где чувствуешь себя смертельно виноватым. Все будет так же, как при мне, хотя меня уже не будет. Щербинка эта на луне, и суетящиеся люди, и золотое Рождество с его цинизмом, китчем, сказкой, и детской правды торжество в тетрадке, названной раскраской. Мы наполняем трафарет Беспечной зеленью надежды. Шальной прибой, полночный бред, Зимы веселые одежды. И вдруг в предчувствии конца Печаль под сердцем шелохнется, И от небесного Отца Лицо к земному обернется. Какой отчаянный бедлам Трудов и дней беспутно леных, И сердце рвется пополам На здесь и там, На две вселенных. И последнее стихотворение Ты выходишь из дома, И дом за спиной погружается в холод. Вся нелепость бессмертия в том, Что оно после смерти приходит. Беспощадные стрелки судьбы Замерзают на цифре двенадцать, Не остывшие мысли И убы запоздалые лавры ложатся. Но пока ты идешь, Но пока на тебе согревается куртка, И за пазухой бьется строка И мечта о бессмертии сладка, Как запретная горечь окурка.